18 часов в Одессе в прямом эфире 7 новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. В Одессе сегодня прощались с семьей Чеховских. Мать и пятеро ее детей погибли еще в пятницу. Около шести вечера их квартиру на пятом этаже хватил огонь. Отравление угарным газом и едким дымом пережил только отец семейства. Он до сих пор находится в реанимации. Состояние мужчины тяжелое, у него ожоги рук и дыхательных путей. Тяжесть обусловлена в первую очередь ингаляционной травмой в связи с тем, что он надлышался продуктами и горениями. Есть повреждения легких на данный момент, которые мы пытаемся устранить. На панихиду в церкви, куда ходили погибшие, собралось несколько сотен человек. Тем временем эксперты продолжают разбираться в причинах трагедии. Предварительные данные говорят о неосторожном обращении с огнем. Скорее всего, кто-то из детей случайно поджег одну из кроватей, пока остальные спали. Огонь, взрывы и вой сирены. Под такой аккомпанемент сегодня около двух часов ночи проснули жители улицы Сигецкая в районе 4-й станции Большого фонтана. Как сообщили в полиции, во время патрулирования один из экипажей заметил пылающий автомобиль. На месте оказалось, что горит Volkswagen Polo. Пока ехали пожарные, копы попытались откатить припаркованную неподалеку Kia. Но из-за взрыва Volkswagen огонь перекинулся и на второе авто. Сообщила о происходящем на мой сосед, проживающий рядом. И так бы я, конечно, не узнала бы. Я вообще вышла бы утром, наверное. Ну и вот узнала, выйдя, увидела уже сгоревшую машину. Владелец сгоревшего немца, преподаватель одного из вузов Одессы, не исключает вероятность поджога. Моя работа, она довольно-таки мирная, со студентами, с ребятами. Я думаю, что личных каких-то отношений у меня не было, неприязней кому-то тоже. Поэтому довольно удивительно, что такое случилось. Сейчас причиной возгорания разбираются эксперты. Возможно, происшествия зафиксировали камеры наружного наблюдения с ближайших офисов. Перекрыли сразу две улицы. Работники автозаправок БРСМ парализовали движение на Николаевской дороге и Атамана Головатова. Люди пытаются обратить внимание на ситуацию вокруг АЗС. Последнее время с нескольких заправок налоговая вывезла топливо и опечатала бензоколонки. Детальнее об этом в следующем сюжете. Сотрудники автозаправок БРСМ парализовали движение на Николаевской дороге и Атамана Головатова. Так работники АЗС пытались обратить внимание властей на якобы незаконные действия налоговой. На данный момент происходит рядышкий захват этой заправки сотрудниками ДФС, так называемой самообороны Майдана, то ли самообороны Одессы, не знаю, кем это представляется. Данной акцией мы хотим сделать резонанс в общественности, чтобы общественность Одессы, общественность Украины увидела, что здесь происходит. В данном случае проводятся следственные действия. На основании решения суда проводятся обыскы по адресу, где вы сейчас находитесь. На ЗС Таирово было изъято 19 кубических метров топлива, то есть это 19 тонн топлива, которое находилось в резервуарном парке, там, в резервуарах. Они отразили акте, что забрали 14 тонн и увезли. То есть мы уже, получается, на момент загрузки топлива в непонятные машины, мы уже, компания уже потеряла 5 тонн. Спустя некоторое время регулировать движение приехала полиция. В данный момент затруднено движение транспортных средств. Мы осуществляем регулировку для того, чтобы ходили люди и проезжала транспортная среда. Хорошо, люди имеют право решение перехода. Могут. Люди, отходим от пешеходного перехода. Валерий, отходим от пешеходного перехода. Напомню, что главное требование митингующих сотрудников ЗС – не вывозить топливо из резервуаров, а оставить на ответственное хранение на заправке. Александр Полуев, Алексей Барановский, Сильмон канал. Сегодня в Украине отмечают День вооруженных сил. В этом году им исполняется 25 лет. Празднования в городе начались утром. Одесситы возложили венки и цветы к памятнику неизвестному матросу. Я связываю независимость Украины именно с вооруженными силами. Считаю, что именно они способны сохранить нашу Украину. И благодаря им мы будем дальше, я думаю, развиваться и жить как положено. На церемонию пришли военные, волонтеры и представители власти. Мы все граждане Украины благодарны нашим защитникам за то, что они отстаивают нашу независимость и нашу целостность в данный момент на востоке нашей страны. И мы надеемся, как власть, приложить максимум усилий в помощи в их ратном подвиге. Броникатера Аккерман и Бердянск приняли в состав военно-морских сил Украины. Церемония прошла сегодня. В военной гавани на месте были наши корреспонденты. Броникатера Аккерман и Бердянск поднимают знамена. Сегодня корабли вошли в состав военно-морских сил Украины. На протяжении года артиллерийские катера проходили испытания, в ходе которых выявляли и устраняли недочеты и обучали экипажи. За этот год катер находил более полторы тысячи миль, что позволит катеру сходить по Вистанне в Грецию и повернуть обратно, назад. Поэтому катеры полностью и экипаж прошли все, от самого начала до конца и знают все. Готовы до всего. Командиры броникатеров говорят, конструкция и возможности кораблей превосходят катера старого поколения, на которых служили раньше. Конструкция корпуса данного корабля рассчитана таким образом, что на радиолокационных станциях, как на авиационных, так и боевых станциях, данный корабль дает очень маленькую засветку. То есть на дистанции где-то, ну скажем так, 8-10 километров на радаре это будет засветка как от маленькой шлюпки. То есть практически взять на сопровождение радиоэлектронным способом нереально. Система дымопуска автоматическая, то есть не надо выходить человеку, ничего запускать. То есть в случае обнаружения лазерного облучения катером срабатывает звуковая сигнализация, запускается система дымопуска, мы уходим, прячемся в свой дым. Сейчас на заводе «Ленинская кузня» в Киеве строят еще 4 малых артиллерийских бронекатера. Спустить на воду их планируют уже к осени следующего года. Из-за того ресурса, который исполнен, еще у нас в планах строительства до 2020 года катеров, ракетных. Это больше водоотоннажность, больше по озброению могутнейшие корабли, которые способны нести противокорабельную оружие, которые способны вражать корабли противника на далекие отстанье. По словам командующего ВМС Украины, новые бронекатера способны эффективно работать на реках, а также в прибрежных водах Черного и Азовского морей. Александр Полуев, Валентин Мирза, Седьмой канал. Одесситы могут остаться без любимых украинских центральных каналов. Кабельные сети обещают прекратить вещание сразу после новогоднего поздравления президента. Ровно в полночь с 31 на 1 в Одессе перестанут показывать 24 канала. Почему популярные медиахолдинги Украины не могут найти общий язык с региональными провайдерами, выясняла наш корреспондент Яна Нестеренко. С 1 января вступает в силу закон формирования универсальной программной услуги. Это значит, что контент ведущих центральных телеканалов, таких как 1плюс1 и Интер-СТБ Украина, Новый канал, ICTV, Пятый канал и другие, станет платным. Всего их 24. Другими словами, кабельные сети теперь должны платить центральным каналам за их трансляцию. Провайдеры, в свою очередь, считают коммерческое телевидение, где размещают огромное количество рекламы, должно оставаться бесплатным. Каналы с рекламой идут к абоненту. В ответ провайдер обеспечивает доставку этих каналов. Никто никому не должен платить денег. Паритетный нулевой вариант. Если каналы на эти условия не согласятся, естественно, договоров у нас 1 января не будет. Каналы в ноль часов обязаны будут отключены. Провайдеры говорят, условия ведущих медиахолдингов страны невыполнимые, а их суммы неподъемны. На сегодняшний день договора не заключены. И все каналы начали только высылать свои предложения. Эти предложения являются не очень выгодными для нас, так как суммы являются не очень подъемными. И это, прежде всего, повлияет на то, что необходимо будет повысить стоимость социального пакета. Контент, который дают центральные каналы, дорогостоящий, уверяют медиагруппы. И за это нужно платить. Тем не менее, провайдеры уверены, людям проще отключить их услуги и перейти на спутниковое телевидение, что многие уже давно сделали. Сознательно или несознательно медиагруппы, имея в руках такой козырь, как закон Украины, толкают нашего зрителя из контролируемого пространства, которое предоставляют провайдеры, в неконтролируемое, в котором они будут смотреть то, что они будут смотреть. Сегодня спутниковую тарелку можно увидеть на каждом третьем окне или крыше дома. Мы решили узнать у одесситов, готовы ли они платить за стандартный пакет телеканалов, но уже больше. Я просматриваю только один канал иногда, и от 70, ну просто они есть, контент предоставляют. Единственное, если будет все-таки поднятие за контент, то я полагаю, что люди будут, скорее всего, урезать себе количество каналов, да и все. Ну, может быть, даже некоторые будут переходить и на спутниковое. У меня не было кабельного никогда. Не было сразу. Конечно. Это удобно. Я смотрю, что я хочу, когда я хочу. Я даже не знаю, как будет тут, как можно решить эту проблему с медиахолдингом, как на них повлиять, простому потребителю. Не знаю, насколько это реально, просто в итоге получилось, что мы просто будем платить больше. Но вы готовы платить за этот же телевизионный контент больше? Он остается прежним, но вы будете платить больше. Не хотелось бы. К слову, стоимость стандартного соцпакета провайдеры вынуждены будут поднять минимум на 30%. После отключения центральных каналов 1 января 2017 года для одесситов бесплатными останутся всего 13 каналов. Местное телевидение и три государственных. Одесские моряки объявили голодовку в Омане. Экипаж «Балкера» «Фри Непсион» уже более полугода не может вернуться домой. Греческий судовладелец задолжал команде около полумиллиона долларов. Почем фунт морской соли пополам со слезами родственников? В сюжете Игоря Хмурова. В денежной западне оказались 22 украинца. «Балкер» ходит под флагом Либерии, но управляют ним греки. Владимир Киселев корит себя за то, что отправил сына в злополучный рейс. Ведь компанию ему подсказал знакомый. С этим человеком я один раз столкнулся на судне. Он работал там штурманом, я там работал матросом. Вот, поэтому считал, что там все должно быть хорошо, тем более не с улицы. Вот человек, я его знаю, нормально. Ну, так как, по работе пересекались. Поэтому я сказал, что сыну, вот, иди туда, там тебя не обманут. Вышло иначе. Сперва хозяева перестали платить. А в мае и вовсе отогнали судно на рейд возле берегов Омана, чтобы экономить на стоянке. Когда его возили на берег, там возили повара, мастера, еще, по-моему, кого-то, я точно не помню. То есть у него была аллергия. У остальных я не знаю, с какими проблемами там их возили. Но не было аллерголога. И вот так показали там какому-то врачу и привезли назад на судно. У него сейчас получается температура 37, таблеток нет. Загвоздка в стране. Потому что Оман это такая страна, где найти адвоката достаточно сложно для моряков. И тем более заставить его работать и работать порядочно тоже сложно. Морякам следовало начать тяжбы еще после первых задержек зарплаты, чтобы судно взяли под арест, считает адвокат. Но они поверили хозяину, который гарантировал расчет после продажи балкера. С тех пор он так и кормит украинцев обещаниями. В чем трудность? Что если он этого все-таки не сделает, то механизма для принудительного взыскания зарплаты у моряков практически не остается. Поскольку судно не арестовано, оно может спокойно после этого уйти. При этом зарплаты так и выплачено не будет. Виктория живет в Николаеве и тоже ждет мужа из Омана. Она работает медиком, поэтому хорошо понимает опасность ситуации. Говорит, люди на грани и голодовка назревала давно. Это длится с июля месяца. Я считаю, что у людей очень сильная психологическая травма. Физически они изношены. Мой муж потерял весе больше 20 килограмм. Вы извините, это критично. В очередной раз им было обещано, что к 28 ноября будет график возвращения домой, график какого-то погашения зарплаты. Опять в очередной раз ничего не произошло. Естественно, у людей падает планка. Питание кончилось еще в субботу. И люди просто были вынуждены, говорят, хотя бы таким способом, ну, говорят, и так кушать нечего. Они вынуждены соски ловить рыбу в море. Ну, это уже смешно. Муж Татьяны в рейсе уже 17 месяц. Сразу после окончания первого контракта его уговорили на второй. Вернуться без денег он не может. Дома ждут двое сыновей. Вот если у тебя есть возможность обратиться к тем дядям, которые могут помочь папе вернуться домой, что бы ты им сказал? Я бы хотела, чтобы просто папа вернулся домой, и мы жили все дружно. Моряки готовы голодать, чтобы потом не голодали их семьи. Последние обращаются ко всем, кто может что-то предпринять. Верните наши семьи домой. Игорь Хмурый, Алексей Филиппов, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Марушевская не дали уйти по собственному желанию. Вместо этого сделали пять выговоров и уволили за служебное несоответствие. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила сама экс-глава Одесской таможни. По ее словам, служебное несоответствие от Романа Насирова является лучшей оценкой ее работы. И, несмотря на приказ об увольнении, она продолжит работу в государственной системе. Наказ про моё звільнение. Ему передувало пять доган, який премьер Гройсман безуспешно доручав скасувати. Оголошение неповної службової відповідности. И моя заява про звільнение. Когда стало остаточное, зрозуміло, что в Киеве никто не собирается реформовать митницю. Вітаю, Романа Насирова. Звичайно, чоловічий чиновницька гідність по ценовую лондонских квартир не дозволила ему змириться с моей заявою за собственным желанием. Пограничники провели антикоррупционную акцию в Одесском аэропорту. Параллельно с нашим городом, её также запустили в пунктах пропуска Румынии и Молдовы, приезжим вручали антикоррупционные буклеты. Там на трёх языках написан небольшой текст об ответственности за взятку. Мы рады сотрудничать с нашими партнерами по противодействию коррупции и осуществлять совместные мероприятия на наших границах. 20 тысяч праздничных монет. К Новому году Нацбанк выпустил памятную серебряную монету. На ней изображен петух. Символ 2017-го по восточному календарю весит сувенир 15,5 граммов, а номинал равен 5 гривнам. Всего 20 тысяч экземпляров в продаже появятся с 9 декабря. В Одессу приедут рыцари. Свои мечи они скрестят на арене цирка. Серия таких турниров называется Winter Fight. Зимой рыцари будут бороться впервые после продолжительной паузы. Обычно соревнования проходят летом в Белгороднестровской крепости. В этом году на территории цирка организуют и фотозону по мотивам фильма «Игры престолов». Серия будет состоять из трёх игр. Соответственно, в этой серии будут участвовать три рыцарских отряда. Ну, назовём их так проще, понятнее, три сборные. Которые в последовательных встречах друг с другом скрестят свои мечи за звание лучшего в поединках и в групповых боях. Зимние поединки пройдут в память Ростиславия Мирошниченко. Это один из лучших одесских рыцарей. Напомню, в конце ноября он, возвращаясь из столицы, попал в ДТП. Его машина врезалась в фуру, отлетела в кювет и загорелась. К несчастью, спасти мужчину не удалось. Он получил 90% ожогов тела. Часть денег от проданных билетов передадут семье Ростиславу. Родился полтора года назад у него сын, замечательный сын, Бронислав Ростиславович Мирошниченко. Которого точно так же мы попросим выйти на ресталище уже в конце награждения. Это впервые будет появление самого юного рыцаря. Тем самым мы установим некий рекорд. Первый турнир пройдет 10 декабря в 18.00. Стоимость билетов от 50 гривен. Итоги подведем, как всегда, в 20 часов. Я напоминаю, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова